Всем привет, меня зовут Дмитрий, и в этом ролике мы будем делать одну очень результативную, но причем простую насадку для ловли мирной рыбы. Ловить на данную насадку можно любую рыбу, начиная с корося, заканчивая лещом, и у этой насадки одни плюсы, но нет ни одного минуса. Данную насадку можно хранить в холодильнике достаточно большое количество времени, чего я не могу сказать про насадки, где есть подмоченный, к примеру, хлеб, потому что те насадки готовятся либо перед рыбалкой, либо на самой рыбалке. Если хлеб даже хранить в холодильнике, то есть насадка, где есть хлеб, подмоченный хлеб, он слегка закикнет, и потом от такой насадки будет рыба вязать как черт от ладана. Сейчас я покажу два ингредиента. Первый нам понадобится хлеб, но батон, то есть нам понадобится мякиш батона, ни черный, ни другой какой-то, именно мякиш батона. И также мне еще понадобится вот такого рода сырок. Сырок я фирму всрезал специально, чтобы не выглядело это как реклама. Сырок сливочный, про другие сырки, там всякого рода с грибами, говядиной, чем-то другим, я сказать не могу, потому что в этом, как говорится, видеорецепте используется только сливочный сырок, то есть сливочный, ни грибы, ни какая-то говядина. Итак, все, что нам для этого сейчас понадобится, что мы хотим точнее сделать, нам нужно отделить хлеб, как говорится, отделить мякиш от корочки. Нам нужен только мякиш. Можно использовать нож, можно ножницы, как удобно, в принципе, я воспользуюсь обычными ножницами, ничего в этом, как говорится. Обычными большими ножницами, так, просто обрезаем это все, всю эту корочку. Ну, в принципе, достаточно удобно и быстро. Ну, что так, мякиш мы фактически получили. Сейчас его я уберу, чтобы не мешался. Точнее, корочки. Они нам еще пригодятся за чего-нибудь. Так, сейчас берем сливок, распечатываем его. Вот так. Как видите, с рук он достаточно мягкий. Кстати, об этом наживке мало кто узнает, хотя, точнее, они многие знать, но никто, как говорится, ее почему-то не создают, но рекламируют эти ролики с такой наживкой. Может, секреты вот хранят, не знаю. Так, мы сейчас возьмем не целый сырок, а лишь его часть, точнее, половину. Я объясню сейчас, для чего. Если мы переборщим, допустим, с хлебом, то мы сможем всегда добавить сырка. Если мы также переборщим с сырком, то всегда можно добавить хлеб. Поэтому хлеба я тоже чуть-чуть отрежу. То есть, на тот случай, если мы промахнемся с насадки, советую делать так. Не сразу, как говорится, мешать ничего не нужно. Сейчас я просто этот хлеб порежу на какие-то кусочки. Но использовать мы будем всю, весь. Делать это будет без пакета, потому что в пакете это сделать было весьма неудобно. Сейчас берем сырок, берем хлеб и начинаем это все дело разминать. То есть, сминаем и мнем до однородной массы сразу, чтобы к рукам это лишнее все дело не прилипало. Как видите, мне уже, в принципе, даже сырка здесь будет вполне достаточно. То есть, этой части, потому что с хлебом, хлеба придется, мне кажется, чуть-чуть добавлять. Сейчас, конечно, я это делаю все без пакетчика. Все это дело перемешиваем, то есть, сминаем до однородной массы. И, как уже я в начале ролика говорил, это можно потом будет съесть. В принципе, это нормально. Ну вот, данная насадка результативна тем, что имеет два таких компонента, очень достаточно вкусных. Это сыр, да, то есть состав хороший и белый хлеб. Подчеркну, батон другого рода мягких, я не знаю, как там делается. И гарантий не могу. При этом, такую насадку можно хранить еще, не повторюсь, очень долго в холодильнике. Очень долго. Потому что здесь нет подмокшего хлеба, он не закиснет. Запах, в принципе, весьма специфический. В камеру он, увы, не передается. Поэтому я сейчас воспользуюсь еще вот этим самым хлебом. То есть, тоже со мной его в насадку. Все это дело, потому что я вижу, что у меня сыра, как говорится, больше, чем хлеба. Дальше в нем это все, как бы, тщательнейшим образом перемешивая. Очень тщательно. Если вы, как говорится, перемешаете не совсем тщательно, то получится так, что хлеб будет отдельно, сыр будет отдельно. Нам это, в принципе, не нужно, не так, не так. Поэтому сидят все это сминаем. Ловить можно, как на поплавочную, в принципе, уличку. Я не думаю, что там для ловли, например, на фидер вы сможете при дальнем забросе просто-напросто это все дело насадить. Сочнее насадить сможете, но при ударе облодок, поводкатываясь, это все стекнется. Обычно это все дело очень хорошо вводится на поплавочную уличку. Можно ловить как в реке, так и, в принципе, в озере, то, где ловит. Дно тоже большого значения, там сильно не имеет, там трава, не трава. Это потому что насадка будет держаться, в принципе, на крючке довольно хорошее и продолжительное время. Конечно, не советую ловить там, где есть куча укрейки, потому что эта укрейка все равно вездесущная. На реке, ну, как-то постараться, да, монтаж пройти, или точнее использовать монтаж, который можно, который продернет это все дело сразу ближе к дну, чтобы уклейка просто-напросто не забивала это все дело. Ну, вот, фактически уже у нас сейчас вот сейчас еще вот так переменил. Вообще все разомнем вот так, чтобы сыр был не только снаружи, но и изнутри, то есть все тщательным образом перемешиваем. Можно эту насадку делать как на самой рыбалке, так и перед рыбалкой, или там за день, за два. На самой рыбалке можете потом корочки скормить чайком, просто побросать в реку, и все, и будет зашибись. То есть, если они вам не нужны, можно использовать эти корочки потом, положить ее, например, в кормак, то есть, ну, в кормушку, если вы выйдете на поплавочку, используйте кормак, то он можете запихнуть туда, они потом размываются. В общем, как удобно. Ну, вот у нас получается, вот получилось у меня насадка. Сейчас я руки вытру, возьму крючок. Итак, вот у меня нас насадочка, вот у меня крючочки. Для ролика я возьму крючок семерка, вот он большой, в принципе, маленький, он есть, но будет его очень, в принципе, полуховидно. То есть, сейчас просто отщипываем. Нужное количество, он хорошо липнет, он хорошо липнет, липится. Также просаживаем. Советую, когда вы насаживаете подобные орудные насадки так, чтобы, вот не знаю, видно сейчас будет или нет, чтобы вот кружала крючка, все-таки сюда выходила. Не оставляйте его там, в самом кисти, чтобы оно сюда вот так выходило. Это, как бы сказать, дает такое орудие дополнительный плюс. Когда рыба хватает, когда при таком насаживании тесто, либо еще что-то, то у рыбы меньше шансов сточить насадкой быть и свалить, как говорится. Так, при таком, при такого рода, вот при таком насаживании, холостые поклевок намного меньше. Вот. Ключок, вот насадка. Всю эту данную насадку, которую мы сейчас сделали, ее положить будет в целлофановый пакет, чем что я в принципе-то и сделал сейчас. Это, это нужно для того, чтобы все-таки сыр, во-первых, не обветрился, а сыр тоже содержит влагу и тоже имеется такое свойство, как обветриваться. Поэтому данную насадку лучше держать всегда в целлофановом пакетике. Обязательно с ней в целлофановом пакетике ничего не произойдет, она не закиснет и все будет, как говорится, зашибись. Ну вот, сейчас я покажу, вот я налил баночку воды, вот моя насадка сначала покажу, да, то есть, насадка, прозвучу, резку, резку потушу, я отпущу в воду. Вот так. То есть. То есть. То есть, насадка на крючке сидит довольно хорошо, сдернуть ее, увы, невозможно. Давайте положим сейчас резку сюда. То есть, насадку пусть она порежит в воде немножечко. То есть, посмотрим. Это все, это все-таки насадка, это не прикомка, она не должна разваливаться и растворяться. Если она развалится и растворится, это, это больше свойственно прикомке, а не насадке. Если, и если такая насадка, как говорится, в воде развалится, фигня это, а не насадка. Просто-напросто. То есть, при забросе она у вас просто у сквечка слетит. Все. Киргит. Ну, упадет какой-нибудь на дно там. Вот лежать. А у вас будет голый крючок. И на из merchant разумеת. Почему? 인을 его сейчас не уехать, parfừng, Помимо, бы мы были невозможно. Да? Да. если бы я ролик был полезен ставьте лайк подписать на канал он был я дмитрий всем зачем пока не поставить шумер болт